товарищи собственно торжественный момент здесь я буду собирать головку блока цилиндров собственно отсюда начинается сборка двигателя то есть это знаменательное событие в общем так этому все и шло здесь у меня притиражная паста буду притирать клапана я их все очистил довольно хорошем состоянии здесь соответственно 1 2 3 4 цилиндры вот буду их раскладывать в том же порядке в котором они до этого стояли однако буду заново притирать ну каждый к своему месту потому что там видел кое-какие изъяны на поверхности вот этих скосов под 45 градусов которые у них на кончиках так что буду стараться максимально притереть притирать буду на слух звук будет меняться в процессе притирки вот и чтобы это как-то попытаться передать на видео я поставил здесь микрофон вот и видео будет использоваться звук с этого микрофона он записывает стерео надеюсь что то из этого получится опять-таки а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можем наблюдать, что плоскость стала идеальной, без малейшего изъяна. Сейчас посмотрим на эту сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь тоже наблюдаются заметные улучшения. Так что, наверное, время отрячу не зря. Я постараюсь максимально чистым держать это место. Вот. Можно посмотреть, как звучит. Да, звучит вообще по-другому. Не зря, не зря. Это я, получается, делаю впуск с этой стороны. Здесь выпуск. Соответственно... Процесс идёт. Я пока их поскладываю по местам. Потом, после притирки... После притирки... Все протру. Все протру начисто. И уже тогда надену маслосъёмные колпачки. Потом вставлю клапана. И потом уже буду засухаривать. Вот. Ну, вот ещё один... Впускной клапан. Засниму так один цилиндр или два. Чтобы... Чтобы было понятно. Пасты этой много, наверное, слишком... Намазывать не стоит. Ну, так, чуть-чуть. Вставляем. 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 Так. Звучит музыка. Вот эта присоска все время норовит. Он соединится от клапана. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует... Притирается Довольно хорошо, я бы сказал Но еще немного Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попробую намазать просто не по всей длине окружности, а только по части Потому что мне кажется я многовато выложил Включу дополнительный свет Надеюсь так лучше будет Посмотрим потом Попробую намазать 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 KA Посмотрим. Поверхность выглядит намного лучше, все эти небольшие рытвинки, неровности не постепенно пропадают. Что с этой стороны? Что с этой стороны? Но надо еще притереть, потому что здесь еще не вся поверхность. Сейчас я засниму другой камерой. Вот здесь видно, что неоднородно цвету поверхности. Но буду рычаг притирать, ничего. Что с этой стороны? 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 Продолжение следует... 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 Уже когда на присоску попадает этот абразив, то она все время норовится сорваться с клапами. Выпускные клапаны больше повреждены, чем впускные. У них вот этот весь скос может быть в небольших рытвингах. Здесь мы как бы сошлифовываем. Но оно и понятно, потому что через вот это вот место, когда происходит взрыв в камере внутреннего сгорания, именно отсюда выходят все выхлопные газы, которые довольно высокотемпературные. Вот. И вместе со всякими мелкими частицами, вот уже почти что... С разными мелкими частицами, вот, которые могут сгорая, ну не полностью, наверное, как-то прилипать вот к этой поверхности. И потом там как бы каменеть, и потом... Не знаю. Ну, в общем, неплохо получается. Вот. Доделаю уже первый цилиндр. Скоро, надеюсь. Немного абразива. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну и сравним звук теперь. Дима Торzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Абсолютно швистящий тихонечко. и не дребезжащий как кастрюля и так до конца далее снимаю они работают без съемок может быть еще чуть попозже включу поделюсь ощущениям и 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 Продолжение следует... 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 бесхитростно вот до такого характерного звука доводим и снимаем направляющую давайте сделаем еще один клапачок ставим туда насадка на 11 тут как и притирка как и притирка здесь на слух легонечко бьем тут важна не сила удара на чуткость прошу прощения все падает наверно села таких направляющих у меня в коробочке здесь их несколько но и одной достаточно так ой вот вот плавно приближаемся завершающим штрихам данного этапа сборки после чего непосредственно приступим засухаривание как мы видим маслосъемные колпачки установлены процесс это не трудный потихонечку помаленечку приступим вот 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 немножко прочистил пружинки вот эти шайбочки сухарики вот от остатков старого масла какой-то грязи вот ну грязи там было по минимуму так как я их использую в закрытых мешочках но тем не менее старое масло было черное такое хочется чтобы максимально было сейчас как-то все чистенько нарядненько вот и ну то есть в принципе в чем пружинку ставим на место потом сверху кладем два сухарика внутрь шайбы и устанавливаем вот в таком виде то есть клапан будет там еще далеко внизу вот ну давайте в прямом эфире так сказать с этой камерой вот может быть лучше будет видно вот то есть сухарики они сами сами по себе имеют такую форму полу конуса вот и то есть они глубже провалиться не могут из-за своей как раз таки формы вот здесь я предварительно немножко окунуем в маслице в нашу пружинку вот чтобы все было приятно далее устанавливаю шайбочку и потом кусочком кусочком камеры сверху это прикрываем и ключом на 16 просто нажимаем сверху и сухарики вщелкиваются на свое место и клапан засухарен можно сказать ну сейчас покажу процесс так сказать в деталях пойдем кусочек камеры и сверху давим оп даже слышно было как они вставились вот и непосредственно или посредственно вот теперь они встали на место потому что они в первый раз щелкиваются сейчас покажу другой камерой вот такой вид имеет засухаренный клапан потому что перед этим он щелкнулся но сам клапан был немножко утоплен туда и нельзя ошибиться в этот момент то есть кончик клапана должен торчать на сама его попка иначе иначе это не за сухареном так ну далее делаем весь весь выпуск потому что здесь я разложил пружинки чисто на на выпуск вначале чтобы не создать путаницу так сейчас раскладываю все сначала пружинки потом разложу сухарики по шайбам вот а затем раз 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 все засухарится буквально за считанные секунды минуты не знаю в любом случае в этом деле считаю что неуместно так что но я непосредственно получаю удовольствие от самого процесса стоит сказать так что мне вдвойне торопиться некуда так устанавливаем сухарики по местам оп первый пошел руками удобнее всего вот этим крючком я там что-то пытался премудрить однако лучшие инструменты у нас уже с собой так сказать ничего не надо голова только надо сердце и сердце и сердце вот 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 ну а теперь все как уже известно вот не щелкнулся полностью не щелкнулись оба сухарика так 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 здесь все в порядке нащупываю его через эту мембрану это что-то что-то не хочет что-то не хочет ничего сейчас вернем туда рассухариваем возвращаем сухарик на место кладем камеру не хочет может уже из-за того что скользкость стала поверхность надо что-то подложить плотное под низ чтобы трубунами проваливались уже известно своим мастерством засухаривания главное чтобы была не пыльная ну и более-менее более-менее плотная так ништы давайте соседний попробуем без проволочек это что-то упрямится может сухарики как-то плохо стоят не знаю дело в том что клапан должен попасть между двух вот сухарей оп отлично отлично так передвигаем нашу волшебную досточку на следующий цилиндр так вот я сбоку здесь гляжу чтобы клапан между сухарей попал хоп засухарина этот процесс может по-разному идти как мы видим а этот не засухарился сейчас мы его отлично ого оп один вышел Так. Вот здесь вот мой крючок мне будет очень полезен, потому что он намагничен, то есть мне их надо подцеплять, просто достаточно рядом подвести мой крючок. Пробуем. Да что ж ты, вредный какой. Главное качество. Попробую вот так. А вот сработает. Не сработало. Зараза. Вот какой вредный сухарь напопался. Зараза. 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 Продолжение следует... Собственно, клапана засухарены. Вот здесь у нас впуск, здесь выпуск. Соответственно, следующим этапом станет установка выпускного коллектора. Прокладка новая будет ставиться. И затем, наверное, будем устанавливать уже непосредственно свечи, накаливание. Или уже на двигатель установим, посмотрим. Но я думаю, чтобы облегчить себе задачу обратной сборки двигателя, впускной коллектор я также установлю здесь, а не под капотом. И также, я думаю, что даже систему EGR, ее тоже можно прикрутить уже здесь, чтобы потом вот эти два самых труднодоступных болтика, ну, чтобы с ними не мучиться, в общем. Габариты позволяют это сделать, я думаю. Ну и заодно проведем эксперимент. Все, сейчас я покажу процесс установки выпускного коллектора. Собственно, вот, подошли мы к моменту установки непосредственно. Прокладка, как я говорил, новая. Фирма, фирма Виктор Рейнс. Она была в наборе со всеми другими прокладками там. Вот. Снял защитную пленку с отверстий этого коллектора. Ну, пока оставлю ту, которая на... Ну, с другой стороны. Вот. Затяжка этих гаечек с моментом 25 ньютон-метров. Вот. Также по капельке медной смазки на каждую шпильку. Вот. Во избежание дальнейших каких-то прикипаний. Вот. Ржавение и так далее. Вот. Головка здесь на 12. Головка на 12. Так, выставляем 25. Так, ну, предварительно, наверное, сейчас еще немножко подтяну их. Эти гаечки как-то закручиваются туговато. Туговато. Слышно, как прокладка сминается внизу. Посмотрю, можно ли ее чуть-чуть отпихнуть вверх, потому что мне кажется, что немножко выходит за плоскость. Ну, вот нижнюю эту плоскость самой головки, которая была восстановлена. И как бы не вышло так, что потом мне это будет мешаться. Так что я постараюсь как-то... Повлиять на нее, так сказать. Так, где-то она уже держится, что ли. Одну секунду. Так, где-то. Так, где-то. Так, где-то. Так, где-то. Так, где-то. Одну секунду. Да. Просто, чтобы мне потом спать спокойно. Вот эта гаечка всех держала, а я думал, что я уже все открутил. вот здесь замечаю, что прокладка удачно съехала немножко вверх. Вот, что... Что меня радует. Так, теперь снова прохожусь по всем гаечкам. Не затягиваю, просто до упора, так сказать. Докручиваю всю дотяжку, затяжку буду осуществлять уже непосредственно динамометрическим ключом, чтобы, не дай бог, ничего не перетянуть. Нам такое не надо. Нам такое ни к чему. Так. Двадцать пять я уже выставил. Вот. Не знаю, имеет ли это здесь значение или нет, но начну в серединке как-то крестиками. Так. Сейчас, одну секунду я сниму с грязной перчаткой. Так. И начинал вот отсюда, да? Два. 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 Вот и прохожусь снова. Со всем гаечком. Так. Это я вообще забыл за финансовой. Ничего себе новости. Хорошо, что прошелся снова. Хорошо. Сейчас пшикну, может, снова эти шпильки немножко. Защитив при этом все вокруг. Вот. Вот. Какова картина в целом. Вот. Я теперь знаю, что все эти гаечки потом смогу с легкостью открутить. Если мне нужно будет. Так что я считаю, что время потрачено не зря. Вот. Дальше можно прикрутить впускной коллектор. И уже потом, ну, собственно, обезжиривать саму плоскость. Она уже обезжирена, бензином и проходился. Вот. Вот. И непосредственно приступать к самой установке. Сейчас я, ну, с этой стороны, вот здесь вот снизу протру немножко. Здесь вот маслица от засухарки. Немножко течет вниз. Но ничего. Это уже, так сказать, оживительные соки. Для двигателя текут. Главное, чтобы куда не надо, не затекли. Вот. Еще нужно установить термостат. Кое-какое навесное там. Крепление кронштейна для подъема двигателя, по-моему. Вот. Устанавливаю новые уплотнители. Вот. Они разительно отличаются от старых. Они значительно выпирают за плоскость самого коллектора. Вот. А те старые были уже совсем-совсем сплюснутыми. Так как уже многие мои учителя так говорили. Учителя это. JP Custom. Это. У вас тех. Там вообще. другой уровень, так сказать, чем у меня. Там парень движки марсовские собирает. это у него поставлено на поток. Вот. И есть такие видео, где прям без купюр. вот. Вот. Все практически снято. Весь процесс. Вот. Сборки. Я в свое время. Да и сейчас. Вот. вот. Перед сборкой я посмотрел. Несколько. Видео. Вот. Ну. можно сказать даже. Да. Мой вдохновитель номер два. Вот. Первый это непосредственно конечно. JP Custom. Так. Вот эти три винтика. Головка Е10. и по моему десять миллиметров. Сейчас. вот. Сначала наживляем. На счет десяти метров я не уверен. может быть восемь. Может быть восемь. тут усилие не конское. Вот. Я если не забуду проверю потом точный момент затяжки. Я просто помню как они тут были затянуты. Вот. Далее устанавливаем вот это вот. Блок управления наверное. Ну он был вот так. Угу. Так. И тут. Головки на торкс. Внутренние. Вот. Ну вот. Скорее бы и прикрутить его уже. А то. Уже не втерпешь. Торкс Т30. Угу. Торкс Т30. Торкс Т30. Не знаю какой это документ. Наверное это здесь не существенно. Поставил 7 ньютон метров как для вот этих болтиков. вот. Ну что. Приступим. Вот. Вот эту прокладку тоже я буду менять. Мне часть прокладок которые кстати в этом наборе Виктор Рейнс. тут не все прокладки которые вы можете только себе представить. Здесь некоторых нет. В частности двух прокладок на клапан EGR. Вот. А которые. Ну вот этих двух. Раз. Два. Вот. Не знаю насколько это существенно их менять. Всякий раз при. При. Ну. При снятии детали. Ну. Они. Не то чтобы копеечные. Но они такие дорогие. Вот. Вот. Поэтому. Решил их поменять. Заказал оригинальные. У дилера Мерседес. Вот. Ну. Они мне будут доставлены только через пару дней. Так что. Пока. Пока что жду. Но я могу их смонтировать уже. После. Непосредственно. Установки. Двигателя. На место. Ну. Все. Прикручиваем. Собственно. Наживил я. Вкусной коллектор. Вот. Теперь затягиваю. С усилием 20 Нм. Т. Наверное. Не за раз. Ну так. Потихоньку. Тут. Тут. Вот. Чтобы. чтобы прокладочки сплющивались равномерно считаю что так более правильно нежели сразу все затягивать хотя на все 100 в своей правоте я не уверен но интуиция такая штука а это в а います а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаю термостат... Меняю уплотнительное кольцо... Вот номер... Болтики затягиваются... 10 ньютон метров... На термостате... Старая прокладка... По сравнению с новой... Так что... Это хорошо, что... Что я ее меняю... Устанавливаю... 10 ньютон метров... Все прекрасно... Стало на место... Вот... Далее... Буду... Прикручивать... Систему EGR... Ее... Алюминиевую часть... Входную магистраль... Так сказать... И... Все это... Все это навесное... Эти кронштейны... И так далее... Наверное... Я уже это буду делать... Когда... Головка будет стоять... На... На блоке... Вот... Ну... Теперь... Креплю EGR... И... Можно будет... Пробовать... Что-то можно будет пробовать... Хех... Ну... Собственно... EGR... Затягиваем эти... Страшные болтики... Которые... В очень-очень... Труднодоступном месте... Находятся... Особенно... Два... Нижних... E... 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 Здесь... E... Можно себе представить... Насколько... E... E... К ним... Подобраться снизу... Зная... Что... E... Э... 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 Ну... Вот так вот... Не подлезть... Сверху... То есть... Нужно снизу... Под машины... Там я показывал... Как подлезть к ним... И... Получается... Рука... Откуда-то отсюда... Вот только так... Пальцы достают... Тебе нужно... Вот такой вот... Приблудой... Там как-то вставить... E... Потом... У этого... Я помню... Здесь почему-то... Вот... Такая писька торчит... И она мешает... Не вставляется головка... То есть... Она... Наперекосяк... Ты внизу... Там... На ощупь это делаешь... А сейчас вот я... Вижу в лицо... Так сказать... У врага... Вот... Ну... Такими вот штуками... Как-то там... Еще второй состав... И помню... Когда-то был подсоединен... Там... Ой... Ну... Вот так вот... Затягиваем... Эти болтики... 20 ньютон метров... Вот... И там еще... С другой стороны... Один есть... Но к нему вообще доступ... Легкий... Сам вверху... Он такой длинный... Вот... Я что-то его найти не могу... Но в конце сборки... Останется длинный болтик... Это будет отсюда... Вот... Ну... Затягиваем... 20 ньютон метров... Вот... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...